приветствую вас творческие личности сегодня нас ждет очень интересный эфир с психологом для творческих людей для творцов с Ириной Будаевой сейчас Ирина отправит мне запрос и мы начнем добрый день добрый день кто может быть не знаком со мной я художница Лида Хомякова вы находитесь в моем аккаунте акварель в кайф жду пока Ирина к нам присоединится и наверное подробнее расскажет по себе сама если у вас есть какие-то вопросы так как я напомню вам да Ирина работает именно с творцами с художницами так Ирина вижу вас жду когда вы отправите запрос все супер добрый день Ирина присоединились очень рада вас вас видеть у меня в гостях взаимно взаимно да давно не виделись вот но я обычно даю слово экспертам чтобы они сами себя представили вот я так вот в сторис вас представила вот подробнее себе рассказать я не рассказывала что вы живете собственно в Англии в колыбели так сказать творцов да да в том числе да я еще недавно как раз писала что Англия является лидером в мире по покупке творчества произведения искусства вот так да это правда мне даже довелось несмотря на то что я психолог но у меня в биографии есть такое событие как обучение в Сотбис университи оф арт на арт-бизнес и я проходила практику в аукционном доме Сотбис вот поэтому с тем как продается искусство немножко тоже сприкасалась и в галерее современного искусства работала то есть это до того как я активно стала я переехала 11 лет назад до того как я активно стала практиковать психологию то есть я здесь еще такой в начале пути опыт имела вот интересный гость да да вот да поэтому собственно я не понаслышке все-таки знаю работу изнутри тема арт-бизнес которую я изучала она как раз подразумевала изучение всех игроков арт-рынка и мы посещали в лондоне но абсолютно всех начиная от музеев и аукционных домов заканчивая фондами арт-инвестмента фондами и галереи и дилеров то есть знакомились с различными с различными игроками этого рынка вот и уже впоследствии через пару лет после того как я здесь в лондоне пожила и вот в этой среде поварилась кстати я еще изучал историю искусств тоже вот так получилось да но сейчас вообще в целом комбинация разных навыков она усиливает специалистов вот поэтому я рассказываю почему она именно у меня такой уклон несмотря на то что я профессиональный коуч и клинический психолог и психотерапевт тем не менее в бэкграунде у меня все-таки есть соприкосновение с арт-миром и сама я в меру творческий человек я очень люблю и живопись сама и уважаю и даже брала уроки живописи сейчас правда переключилась на вокал и фортепиано да такие увлечения поэтому я конечно специально выбрала для себя вот эту область работы с творческими людьми но выбрала я ее честно говоря очень органично то есть они сами стали ко мне приходить и я вдруг поняла что я себя как-то по-особому чувствую когда работаю с творческими по сравнению с другими запросами и так постепенно это вот собственно перешло и поэтому я сейчас рада поделиться всем что я знаю да то есть я наверное предложила бы чтобы тоже задавали свои вопросы и лидия как ведущая и как организатор до этого мероприятия и наши слушатели я хотел пригласить вас задавать все-таки свои вопросы и тогда даже какая-то новая опция да пригласить еще одного человека в эфире честно говоря не знала да можно можно в принципе задавать письменно в комментариях в комментариях да но если вдруг будет какой-то вопрос что-то серьезные да мы можем пригласить в эфир там наверно где то есть кнопочка чтобы человек мне отправил запрос и чтобы на самом деле войти обратно просто надо выйти из эфира зайти заново и тогда появится то есть не нам выйти да чеку который хочет задать вопрос он должен выйти зайти и тогда они вот эта плашечка появится я не знаю как бы вот ирина мне так сказал что теперь можно даже в четвером вести эфиры как бы ну вот не знаю да ну если кто-нибудь смелее да вот можете пользоваться пока ирина на связи задавать вербящие вопросы мы анонсировали да тему как вот что делать ирина меня да спросила я такой интересный момент получился я ирине пишу тему что делать если не нравится своя работа арина меня спрашивает какая работа работа на которой вот там человек ходит там мало ли кем он работает потому что для меня работа это ну всегда да там мое творчество да моя живопись там неважно куклы вот я уже даже как-то забыла что работой да можно назвать что-то другое ну вот друзья да если что в комментариях я буду смотреть какие то вопросы если есть к творческому специалисту психолога задавайте вот так сейчас я перекрыла вот так вот так вот что же делать ирина собственно это действительно частое явление я сама с ним сталкиваюсь мы с ириной вместе работали вот что постоянно недовольство тем что получается да и здесь речь идет все таки уже не в целом про нравится ли мне работа мы сейчас говорим о произведении искусства когда произведение искусства которые вот получается и сейчас вот хотела кстати обратиться тоже к слушателям вспомните ваши ощущения когда вы делаете свою творческую работу вопрос знаете как я вижу запрос напишите письменно если мы посчитаем нужно я не вижу просто запроса нет нет значит у нас такая будет система вы пишите свой вопрос развернута в комментарии я буду отвечать собственно говоря вот сейчас в интервью даст людей но если там будет какой-то практический вопрос и мне понадобится дополнительно какая-то информация мы возможно вас потенциально выведем в эфир но это не обязательно то есть вы задавайте письма на вопросы да это как потенциальная возможность вывести мир если бы иначе мы так будем очень прерываться да все таки пишите сначала письменные потом решим да да мы говорили о том вот видите а то иначе будет прерываться все таки давайте сейчас по программе пойдем на ваш вопрос мы все видим прокрутим потом да и когда творческая работа не нравится это на самом деле касается наверное всех видов творчества я не знаю вот у лидии в основном живописцы подписаны или фотографы есть тоже режиссеры любые другие больше часть живописцы есть режиссеры не есть на самом деле люди кто просто занимается каким-то хендмейдом и просто наблюдает они не учатся рисовать но просто наблюдает как я рисую но я хотела бы предложить здесь посмотреть сначала для начала вот на этот вообще в целом феномен да что происходит вот когда вы говорите о том что работа не нравится то есть здесь важно же от чего отталкиваться то есть по каким критериям что значит хорошая работа да то есть это какое-то очень субъективное правда ведь мне да очень ваше лично да да и работа получается что это отдельное произведение ну как и рожденное какой-то творчество где акт да то есть ребенок я не знаю вот творческая работа это вот отдельная личность отдельное произведение и она живет ну по сути даже уже своей жизнью да когда вы его уже создали вот и в этот момент то есть это ваше собственное мнение по поводу того что она себя представляет она может отличаться у всех вот будет тысяча человек смотреть она может у всех быть разным и здесь я сейчас конечно буду смотреть на этот вопрос как психолог потому что можно посмотреть из разных ролей да на это можно со стороны мамы бабушки ой ну что ты там доченька внученька да все хорошо да такая поддержка а можно посмотреть со стороны педагога он скажет ой вот тут еще можно доработать а здесь техники не хватает допустим да а можно посмотреть со стороны психолога то есть вот на этот феномен можно посмотреть с разных сторон и и я здесь могла бы вот заметить такой аспект что есть такие свойства личности которые часто вот результат своей творческой деятельности да и в целом деятельности оценивают вот в таком я бы это назвала черно-белом мышлении вот либо все либо ничего либо либо прекрасно либо ужасно а между этими понятиями лежит 50 оттенков серого да 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 и это просто вот такая ну скажем особенность мышления особенность личности да и наша задача посмотреть на это и осознать да что оказывается то есть а какова изначально цель была еще да то есть для того чтобы оценить то есть к чему прилагается вот эта оценка плохо для чего и для кого вот мне даже интересно как это у вас вот ну хороший вопрос ну просто я вот недавно тоже в блоге рассказывать что я стала нащупывать искать мне стало тесно в рамках просто перерисовать фотографию ой ирина вы мне зависли не знаю у всех зависли или только у меня сейчас давайте подождем потому что я не понимаю ребят напишите пожалуйста слышно нас видно или вообще эфир завис так сейчас попробуем так ирина у нас сейчас присоединится еще раз наверное ну на самом деле я пока что скажу как на чем я стараюсь фокусироваться и вообще тоже говорить своим ученикам то есть почему да вот работа не нравится работа не нравится и я все время зависла да я вижу но сейчас она переподключится вот я все время топлю за то что сфокусироваться на результате сфокусироваться на результате то есть и даже да вот мне написано в шапке профиля акварель в кайф то есть я учу всегда учеников собственно ловить удовольствие от самого процесса потому что самый главный процесс потому что если мы будем фокусироваться только на результате мы никогда вот поверьте мне мы никогда даже самые великие художники бывают ну как бы часто писали что они недовольны результатом и пикассо и удали такое было что он одоли да у нас говорил что и так ирина говорит я все слышали но вы еще раз отправьте снова запрос да вот так принимай арина одоли говорил что не будьте совершенства вам будет достичь то есть собственно вот этого совершенства его не существует которое мы пробуем достичь так я заполнила паузу ирина продолжайте да да и это тоже одна из особенностей личности то есть бывают такие люди которые в силу ну характера да в силу врожденных причин в силу приобретенных причин действительно фокусируются на результате и вы совершенно правы да что здесь очень важен вот этот баланс с одной стороны результат но это тоже очень относительное понятие вот важно понять результат для чего да если мы себя сравниваем вот допустим результат с каким-то уже метром с какими-то шедеврами с кем-то сравниваем это кстати искусство но и вообще тело сравниваемое демона еще один эффект да и когда мы себя сравниваем то в этот момент фокус переносится вовне потому что есть некий объект картина вовне уже потому что она произведена объект искусства и вот допустим мы сравниваем себя с какими-то именитыми творцами именитыми художниками и тогда внимание там внутри и получается что мы в какой-то степени теряем контроль а когда мы теряем контроль то есть мы не можем управлять тем что нарисует другой художник может быть он действительно превзойдет в какой-то степени по технике мы не можем быть во всех стилях во всех областях ну самыми допустим лучшими но это как минимум нереалистично полагается и допустим гнаться за какой-то вот такой сравнительными вот этими характеристиками с точки зрения результата ну вот опять же какого результата по каким критериям измерять вот это сравнение а можно переместить фокус во вне во внутрь во внутрь и тогда появляются совершенно другие вопросы если у фок как-то фокус во вне вопросы звучат такого плана да внутри нашей головы насколько лучше и хуже а что скажут критики а как меня оценят а как я в социуме какую награду заслужу допустим профессионально а как это повлияет собственно на мнение сообщества профессионального то есть это вот такие вопросы вовне извне и на это очень сложно влиять ну действительно на мнение других людей влиять мы ну собственно не всегда даже это в нашей власти людям либо нравится это либо не нравится вот все что мы можем сделать мы можем высказать свой стейтмент да вот то что мы хотим сказать и тогда когда вот такие ответы на эти вопросы находятся вне зоны нашего контроля возникает повышенная тревожность нам страшно нам тревожно а что скажут люди и это гоняет нас такой невротический круг то есть это не помогает нам становиться лучшими творцами ну это же такой вопрос самоценности то есть получается не нравится собственно работать а что да то есть я так понимаю что для нас важно мнение окружающих о нашей работе но это не только о нашей работе опять таки нам важно их мнение там о наших детях например как они себя ведут о нашей внешности да как мы одеты и так далее и так далее то есть мы придаем избыточную важность мнению окружающих получается совершенно верно совершенно верно и поскольку опять же на это мнение мы не можем до конца влиять растет тревога потому что нам непонятно нам не ясно что будет а то что мы можем взять под контроль это собственно а что я хочу сказать а почему мне это важно а ради чего я это делаю и вот ответ если мы будем задавать себе такие вопросы то там появляется больше энергии больше такой укорененности стабильности потому что каждый раз когда вопрос лежит ну я бы сказала там вот в голове да на уровне головы как правильно да что скажут люди ну там как будто нет устойчивости каждый раз когда мы опускаемся ну так образно если сказать в сердце да в чувство и мы можем соединиться с собой почувствовать вот какое сообщение хочу сказать обществу потому что все таки художник обычно отображает срез общества срез своего отношения к определенным событиям современности да или каким то уже прошедшим событиям то есть и какой мой стейкм что я хочу сказать как это повлияет на окружающих людей на мир какое наследие я хочу оставить что я хочу сказать потомкам ну не только вот сейчас тем кто живет да но и потомкам и тогда вот это кстати часть моей работы в том числе потому что я и психолог и коуч и вот коуч он собственно формирует вот эту картинку желаемого будущего соединение с ценностями да вот что я хочу сказать вот немножечко с собой соединяет ну а терапевтическая часть мы работаем с блоками которые мешают собственно говоря таким образом мыслить они есть у каждого не рассчитывается что у вас их не вот и да и вот понимание вот именно этого сначала что я хочу сказать потом в какой форме это тоже определенное скажем ну я бы сказала в какой форме уже это сказать это уже идет в раздел поиск авторского стиля да потому что мы знаем когда есть академические знания и я знаю что вы тоже выпускница да такой школы крупнейшей строгановки где много академических знаний было дано вот и часто как те же Пикассо и Малевич они тоже искали впоследствии свой собственный стиль свой собственный голос и это уже форма в которой ты это сообщение вот эту ценность ну ищешь чтобы донести да чтобы это было узнаваемо чтобы это было прямо отражало ну вот если посмотреть на их биографии внимательно или даже не внимательно то в принципе они перед тем как найти свой собственный голос они сначала описали всех стилях которые были до то есть они пробовали вот это пробовали то есть у них периоды это 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 вот то есть и очень часто ну и тоже по себе да понимают да мне хочется быть какой-то яркой индивидуальностью но оно вот так вот да и не происходит то есть оно приходит только в процессе работы да и вот здесь я бы уже тоже это соотнесла вот в параллель поставила с периодикой вообще развития человека мы сначала зародыши потом мы рождаемся потом ну вы как молодая мама да знаете этот период тоже недавно все это было что сначала ребеночек совсем беспомощный да он но он ну не отчаивается да он продолжает жить вот я кстати вот не один раз говорила что вот как ребенок ну начинает ходить он падает конечно он упал он же не сказал все у меня ничего не получается я больше не буду ходить конечно таких детей не существует то есть у них у всех есть уверенность что они все равно пойдут так или иначе конечно кто-то раньше ребенок в начале да вот человек если посмотреть вот это вот если бы в эту параллель уловили и собственно в процессе своего творчества имели вот это в виду да вот эту периодику развития человека то есть возрастного развития то есть получается что в начале человек совсем находится в зависимости от взрослого да зависла зависает да сейчас вот я голос слышу да вот все хорошо нет нехорошо так ребята я пока вам хотел напомнить для тех кто вот присоединился что можете иметь возможность задать Ирине вопрос какой-то Маша вижу твой вопрос зачитаем попозже вот кто тоже смелый можете задавать любые вопросы пока есть возможность так да пока задавайте их письменно я уже один вопрос вот увидела а потом мы ну я либо отвечу либо мы пригласим в эфир посмотрим как так так вот и так же и становление художника точно так же как становление человека в начале мы проходим вот этот период когда мы совершенно начинающие мы зависим от преподавателей где-то да от преподавателей могут быть ну либо лично вот кто-то преподает либо кто-то может начать просто с онлайн курсов да но тем не менее художник вот ищет эту информацию он зависим от того чтобы напитаться ну техниками знаниями собственно говоря обрасти таким да в своем виде творчества обрасти хочется сказать мясом ну чем не опыт мышечную массу набрать опыт потому что конечно мы должны посмотреть на то что было сделано и попробовать да а потом что происходит потом происходит такой период в начале мы учимся по канонам если нам 7 лет 8 9 вот что нам сказали в прописи то мы и пишем правильно выводим буковки а потом начинается допустим подростковый период это пубертат когда новые гормоны появляются бушуют и здесь происходит постепенно постепенно поиск индивидуальности то есть сначала подростки объединяются наоборот по каким-то группировкам что вот эта группировка вот она вот так выглядит а это вот так ну и внешне какие-то ценности они несут то есть они отделяются уже да а потом уже внутри этих группировок снова идет какое-то отделение да и человек со временем взрослее более эмоционально я бы сказала зрея да взрослость проявляется и телесно эмоционально и духовно и и когда человек растет взрослеет он отделяется уже и выбирает свой собственный путь уже не в каких-то вот таких вот подростковых стаях да и отделяясь от родителей в какой-то момент да то есть это уже такое здоровое здоровое общение отношения когда человек знает свои ценности соблюдает свои границы следует своим интересам но при этом уважает интересы других людей или других художников если мы проводим параллель да вот здесь вот и вот в этом заключается зрелость и потом уже можно проводить эксперименты мы становимся вот действительно независимы и взрослые вот и получается что вот на пути поиска авторского стиля я бы провела эту аналогию с тем что это тоже творческое взросление человек да творца вот и понимаете у всего есть какая-то ну как бы закономерность периодика и вот если сейчас ну не знаю там совершенно семилетний ребенок да захочет прыгнуть там и выполнять роль тридцатилетнего и ходить на работу и там что-то делать ну что-то в этом что-то не то да мы скажем ну как-то это вот ну не дозрел человек еще ну объективно да но при этом была история когда девочку девятилетнюю что ли на факультет психологии как раз широко эта история транслировалась так Ирина у нас опять зависла надеюсь да вот отвезли сейчас все будет хорошо слышали да эту историю когда я тоже удивилась думаю ну всякие дети бывают ну как-то вот на ладно там на каком-то не знаю факультет математики там приняли а вот именно девятилетнего ребенка на факультет психологии ну так сама же психика то еще не готова сколько бы она там книг не прочитала так сейчас надеюсь с Ириной все будет хорошо Маша ты очень интересный вопрос задала мы как раз хотели обсудить вторую тему что делать если надеюсь сейчас да Ирина к нам перезойдет что делать если не хватает вообще время на творчество и вот я сейчас зачитаю потому что на записи не будет этого вопроса видно пожалуйста расскажите как реагировать когда пришла идея но дела не закончены и когда наконец дойдут руки идеи уже не так интересные превращаются из хочу в надо бросать дела и делать сразу идею вот очень знакомая мне боль очень часто бывает что вот что-то мне пришло я что-то просматривала или там мне что-то приснилось или вот я шла там что-то записала да мне кажется вот это будет вообще шедевр вот надо так сделать и если я не начинаю делать сразу то через какое-то время мне эта идея уже перестает казаться хорошей вот или мне или я уже что-то там пособираю какие-то материалы что-то вот сделаю начну делать и если это затягивается мне уже я как-то вот переболела идею я сейчас в основном имею в виду именно живопись то есть какая-то живописная идея я могу там подобрать несколько каких-то референсов да вот что там какую-то выполку сделать и если вот не воплощаю ее быстро то перегораю действительно такое есть вот я не знаю как ответит Ирина Маш но вот да по всей видимости наверное возводить свое творчество в приоритет и все бросать и идти делать потому что потом просто делать не хочется так сейчас я не вижу запрос Ирины еще раз так присоединялась или нет не видно ну тогда пока что поговорю я потому что я как раз последнее время уже вот говорила да вам немножко об этом топлю за то что вообще вот вывести вообще для себя вот просто главную задачу что вообще в принципе все должно быть удовольствие Ирина отправили запросы я не вижу запрос вот он у меня теперь в другом месте появляется вот вижу вот да Маш тоже хочу услышать Ирину сейчас услышим Ирину Ирина я уже зачитала Машин вопрос вы слышали да 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 я все слышала прекрасно мы постепенно можем перейти на вторую тему да что собственно это вопрос нехватки времени да наверное тоже сюда же вот что делать но с одной стороны нехватки времени с другой стороны вы же сами прекрасно все знаете вы ответили сейчас частично сами на этот вопрос про приоритета да про расстановку приоритета вот и какие здесь есть нюансы да вот в этом когда ну вот дела не закончены основные да и приходит творческая идея а у меня здесь конечно вопросы возникают можно даже пригласить кстати говоря вот Маша еще раз отправишь запрос у меня вот горело сейчас я не не вижу твоего запроса у нас с Машей был эфир в прошлую субботу как раз Маша хозяйка галерей вот и художницы тоже ну давай Маша тебе наверное чтобы еще отправить тебе наверное надо выйти и зайти если ты перезайдешь в эфир то тебя ты сможешь еще раз отправить запрос не вижу пока вот у меня не загорается ну давайте Ирина будет пока озвучивать ответ Маша если получится я пока буду озвучивать ответ так вот по-моему вижу Машу вижу давайте попробуем первый раз пробуем на троих не знаю как это будет выглядеть так принять ну нажимаю принять о вот так здорово здорово нас новый формат я сейчас прям скриншот сделаю виду ну да 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 это здорово я посмотрела один из ваших тоже вот эфиров, когда вы разговаривали с девушкой, которая занималась иконописью. И там был как раз вот этот вот небольшой момент, который меня триггернул, и я сейчас как раз работаю над своими приоритетами, чтобы не приделывать все дела, потому что у меня галерейный бизнес, у меня администратор этой галереи, соответственно, я сама сейчас пишу книги, рисую, хочу сделать мультфильм. То есть мне нужно грамотно вот это все как-то вот располагать. И каждый раз, когда у меня возникает идея, ой, вот сейчас вот я барашка сделаю, сейчас слеплю, потом я возвращаюсь домой, уже договорилась с девушкой, и вижу, что ой, так мне же надо договориться с галеристом, причем я сказала про галериста, в смысле вот про администратора. Вот она мне сейчас вот звонит, вот я про нее говорю, она прямо чувствует, уже дважды мне позвонила, пока я в эфире. И получается, что вот идея родилась, вот я хочу ее реализовать, она мне близка, но у меня, соответственно, галерея, какие-то обязательства, администратор все сделать не может, потому что, ну, у нее свои вкусы, взгляды. И, значит, я ей бегу объяснять какую-то задачу, надо сделать это, потом вылезает новая проблема, что надо сделать сайт. Значит, я вижу, как она начинает делать сайт, я в шоке от его сайта, начинаю сама делать сайт, проходит неделя, я барашка до сих пор не сделала. То есть, и получается, каким образом действительно вот эти приоритеты, потому что ребенок же фрустрированный, я на вашем эфире именно я это и слышала, что надо просто плевать, говорить администратору, потом, не важен сайт, важнее сделать барашка. А потом перегорает, да, Маша? Дело в том, что вопрос меня, как ответственного человека, да, перед бизнесом, перед галереей, идет, это конфликт внутренних частей. Ребенка, который загорелся идеей, которую вот он сейчас хочет сделать, и взрослый, который, или, скорее так, родитель, который ему говорят, делай правильное дело, и вот этот взрослый начинает утешать ребенка. Ну, нам же это важнее. Сейчас, подожди, подожди, уже все материалы есть, сейчас мы будем играть, но только вот подожди, нужно сделать то, что говорит родитель. То есть, по сути дела, я могу сказать, задача взрослого научить ребенка ждать, когда он может удовлетворить свою потребность и не перегореть к тому моменту. Вот этот вопрос, спасибо за него. Мне кажется, что это как раз очень хорошо иллюстрирует то, что Лида пыталась вчера сформулировать, когда мы тему, да, описали, как найти время на творчество, да? Вот, потому что мы действительно все взрослые люди, и мы не в детском саду, где только люди, ну, дети лепят, рисуют, и в них все хорошо. А я тут сформулирую этот вопрос, потому что это просто очень часто меня спрашивают в директах, на других эфирах, то есть, какая вот проблема, даже на курс ко мне хотят пойти и пишут, я боюсь, что у меня не будет времени, да? То есть, ну вот. Да, и смотрите, поскольку действительно мы уже не пятилетние дети, да, в детском саду, где только можно рисовать и кайфовать, и лепить, да, где очень много развивающих занятий, и, по сути, никакой ответственности. Вот, мы все-таки взрослые люди уже, но при этом действительно есть эта часть, мы творцы, это действительно больше субличность такая детская, где, ну, эмоции и творчество, да, и смотрите, вот здесь важно с этим не бороться, а все-таки принять этот факт, то есть, быть на связи с реальностью, да, вот реальность такова, что у меня есть роль не только художника, но и роль галериста, мамы, да, и вот, ну, какие-то есть, допустим, вот другие дела. И тут получается, как взрослая часть, да, мы, если нам важно нашему внутреннему ребенку давать время на творчество, вот этой взрослой части важно уметь все-таки организовать, да, этот процесс, выделить себе это время на творчество, то есть, внести его просто. Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент элементарный. Вот, допустим, допустим, для примера, у меня был в работе такой случай, где не живопись была, а, ну, литература, да, литература, писательское мастерство. И тоже был точно такой же вопрос, но это все очень похоже. И времени нет. И оказалось, что в сутках, вот, есть динамика, да, развития, вот, скажем, когда у вас наиболее продуктивные часы в сутках, и у всех это разное, кто-то сова, кто-то жавороны, кто-то вот посредине. То есть в сутках сейчас каждый, кто слушает этот эфир, и в том числе вам, да, Маша, предлагаю, скажите, какое время для вас наиболее эффективное, где вы максимально в ресурсе находитесь? Да, и когда творчество было бы благодарным, это, скажем, утренняя часть послезавтрака. Послезавтрака, то есть там, ну, может быть, дети в школе или где-то как-то организованы. То есть какое-то время, которое наиболее для вас эффективно, где у вас есть эмоциональный и вот такой ресурс, да, и вот его просто блоком поставить на всю неделю на творчество. Самое ресурсное время, потому что остальные дела, такие как организация счетов, вот какие-то такие, знаете, бытовые дела, а их можно делать в менее ресурсном состоянии. Забывают такие дни, когда, да, послезавтрака ресурс, а иногда бывают такие дни, когда ресурс появляется после обеда, потому что что-то вот я чувствую, тогда я походу переобуваюсь и говорю, ага, что-то я сейчас не в теме, нет, я тогда не буду туда направлять свое внимание, тогда я приделаю вот эти свои дела. Но тут вопрос дедлайнов и срочности. Вот. Ты, кстати, очень хорошую тему затронула, потому что я слышала тоже от многих художников, которые, плодовитые, да, художники, которые рисуют много работ, что они, то есть, когда им задаешь вопрос, а как же вдохновение, как нет, мы себе ставим в день, что мы вот там с восьми до часу рисуем, и все, и мы знаем, что мы рисуем, а вдохновение, как это, аппетит приходит во время еды. То есть, мы не ждем, что оно на нас как бы, да, свалится. Здесь вот тоже такой, ну, как бы, тонкий момент. Но я здесь, да, я с вами соглашусь, что это действительно, это дисциплина во многом. Я, кстати, приготовила здесь несколько книжек, книжек, хочу вам порекомендовать. Я сама занимаюсь еще, ну, немножечко учусь писать, вот, и поскольку я слышала, Маша тоже пишет книгу, посмотрите. Да, я пишу книгу. Да, вот Александр Малышев. Она немножко в зеркальном отображении получилась. Называется книжка «Система писательской продуктивности». Мне потом хочется написать, и я под постом сам. Да, да. Беспрецедентная система писательской продуктивности. Но я бы это, конечно, отнесла точно так же на живопись, да, то есть у него есть совершенно простые правила, то есть мы себя как будто якорим. Во-первых, во-первых, якорим, ну что, то есть, во-первых, чистый стол, да, то есть должно быть место для творчества. По-больному. Да, по-больному. То есть должно быть для творчества пространство, потому что, когда вас настигает вот эта идея сделать овечку, а вам надо сначала достать из шкафа там все коробки, внутри коробки, значит, в гнезде яйцо, в яйце иголка и так далее, да, то есть пока вот это все достанете, у вас, конечно, будет уже... прям по-больному. Да, и вы знаете, вы достали самую тоже и мою большую проблему в связи с тем, что вот я стою на двух ногах, у меня галерея, и она изначально была галерея-мастерская, где это было мое творчество, пространство, где я рисовала, делала своих овечек и так далее. А потом, в связи с тем, что я переформатировала немножко свой, ну, с выпуском моей книги, вот если вам интересно, я тоже вам потом... А какая дима у вас? А у меня, Ирина, это как раз сохранен с Машей, если вы хотите... Да, но я там мало говорила про барашка, и это история одного барашка, ну, как бы у нас есть в России белые вороны, а в Швейцарии черные барашки, то есть это история о уникальности каждого, принятии себя, о том, что действительно, собственно, для каждого художника это очень важно через метафору, то есть это на прошлой неделе, в четверг, ну, буквально три дня назад у меня был снова психотерапевтический, эфир вместе со сказкотерапевтом, который мы как раз анализировали вот эту сказку, если вам интересно, я вам ссылочку скину потом как раз, ну, на тематика, то есть для меня это важный элемент, потому что написание книг, иллюстрация этих книг, оно тоже требует не обязательно нахождения в галерее, ну, в мастерской, а также, ну, себя дома в офисе, и поскольку, поскольку в последнее время я занимаюсь тем, что привожу в порядок именно свою письменную работу, редактирую их, готовлю к печати, то я решила, ну, я доверю больше вещей администратору, и тут вот я реализую, что, да, есть, как говорится, вещи, которые можно делегировать, а есть вещи, которые нельзя делегировать, и я не могу из своей мастерской сделать только галерею, потому что мастерская это часть моей личности. Мария, ну, вы знаете, я слышу, я слышу, что пространство совместное нужно там разделить две роли, слышу, что это важно. Жилина, извините, то есть у многих вообще нет никакого пространства, то есть многие вот, кто начинает со мной девочки рисовать, у них вот квартира, где они живут со своей семьей, и они говорят, что да, нам надо сначала накрыть ужин, всех накормить и брать этот ужин, а потом вот на кухне начать рисовать. И к тому моменту, когда эти краски жёшь и шоколады, то, блин, точно мне надо выкладывать, или я вообще устала, мне ничего не надо. Да, я сейчас отвечу, я просто хотела Маши предложить, я услышала, собственно говоря, ну, и по организации вот этого, и пространства, и, собственно говоря, деятельности, совмещения этих двух ролей, мне кажется, это достойно всё-таки отдельной встречи, то есть вы, ну, пишите мне тогда в директ, может быть, мы с вами это лично обсудим, и обычно вот этот клубок, его можно распутать легко. Кажется, что это вроде бы как там всё запутано, но на самом деле, на самом деле решение есть. Вот вам Лидия скажет, да? Да-да-да, всё. Какие-то вопросы приходят, вроде кажется, что это очень сложно, а на самом деле, ну, буквально можно несколько... Тихотерапия творит. Да, да. Вот, и если сейчас я, да, расскажу немножечко про ритуалы, и заодно коснусь, ну, параллельно вот вопросы, да, пространства, то есть, вот в этой книге система продуктивности, да, писательская, в данном случае, но я бы назвала её, можно экстраполировать до всех творческих людей, то есть важно, несколько скажу вот примеров, важно, чтобы действительно было пространство, и это уже ваша ответственность, взрослого человека, это пространство себе организовать, да, то есть ребёнок у нас творит, а взрослый, вы в союзе, да, со своим внутренним тоже субличностью взрослым, организовать для себя это пространство, то есть договориться с, о пространстве и время, кстати, да, договориться с, если вы живёте с, ну, с семьёй, или, допустим, с администратором, в вашем случае, да, Мария, если она работает, то есть договориться, что мне нужно вот такое-то время, такое-то пространство, и само себе это организовать. Вот, это пространство должно быть, то есть должно быть уважение всё-таки к своему творчеству, к себе как к творцу, то есть это должно быть чистое пространство, то есть рекомендуется, даже, ну, зависит, то есть у вас, я не знаю, вы из глины делаете, из чего, из шерсти, из чего? Я буду делать сначала прототип из папье-маши, потом уже я, уже другая коллаборация из шерсти, но это я уже буду, ну, по мере развития, всё. Да, но вот в случае, то есть это должно вот прям стоять под рукой, то есть в случае с живописью, это вот реально найти какую-то тумбочку там, какой-то, чтобы там всегда стоял холст, вот, то есть это не то, что вы его достаете, мольбертик раскладываете, то есть желательно вот это маленькое место, в лёгкой доступности, да? В лёгкой доступности, И получается, вот идет как раз этой проблемой, Лена, что галерея должна быть чистой, чтобы каждый раз, и мне, честно говоря, каждый раз в лом, убирать всю, каждый раз после своей вот работы, для того, чтобы галерея была чиста. То есть вот, что же идет в какой-то организации, деятельности, то есть... Здесь вот я хочу немножко пять копеек вставить, у тебя есть, это вообще здорово, что у тебя есть галерея, Маша, потому что, да, мне кажется, у 90%, там, может быть, даже 95% вот лично моих подписчиков и людей, кто ко мне приходит учиться, они, как я сказала, живут просто в квартире. И сейчас, ну, то есть вот со своей семьёй, у них нет никакой мастерской, и у многих даже нет там своей комнаты. Вот. И то, что вот, да, Ирина очень здорово сказала, что это действительно ваша взрослая ответственность взять вот на себя и выделить всё-таки в этой квартире какой-то запуток, ну, для себя любимый, ну, для своего же хобби, ну, это же ваша жизнь, правда? И смотрите, вот сначала мы говорим про пространство, вот выделить себе это пространство, а второй аспект очень важный, выделить себе время. И время это должно быть даже прямо вот ритуалом, ритуалом, то есть это должно быть желательно одно и то же время. Вот. Я понимаю, что идеи приходят в разное время, но как вы приучите свой мозг, да? То есть если это будет одно и то же время, и вы точно будете знать, что в 9 часов утра у вас будет там час-полтора-два на творчество, у вас уже заранее вы будете спать, а у вас уже мозг будет готовиться, потому что вы будете знать, что в 9 утра вы будете творить, да. Потому что когда вас, в чём проблема-то, то, что вы говорите, меня настигла внезапная идея сделать барашка, внезапная, и всё перегорело, да. Но там действительно нужно, опять же, с уважением относиться к другим своим делам, потому что действительно идея тут с барашком пришла, а у вас действительно есть другие дела. Но если будет выделено вот это время заранее, то есть вот каждый день на творчество, кстати говоря, вот этот автор, молчаный, да, Александр, мне нравится, как он говорит, вот спросите у меня, что я делала, я сейчас у вас тоже могу спросить, что вы делали вот этим же днём, 19 января 2014 года, да, ну, то есть большинство скажет, ну, я не помню, конечно, вот, а он говорит, а я знаю, я писал, потому что я пишу каждый день, каждый день, да, да, то есть вот конкретно, не важно, это время, периода, не важно, делал ли я барашка, пишу ли посты в интернет для своей раскрутки, это время для творчества, того творчества, который в данный конкретный момент, я вас желаю. да, естественно, да, и это, ну, вот это уже, как мы говорили, да, вот эта ответственность, вот это вот взросление, да, всё-таки, творческого человека, мы уже понимаем, что мы такие более объёмные, уже взрослые, можем себе выделить это, вот, третий, вот этот аспект интересный, ну, дисциплины, скажем так, да, писательской, то есть пространство, время выделить, ежедневное, да, какое-то желательно самое продуктивное, желательно знать свою норму, то есть бывает часто очень у творцов, когда мы творим сначала в день, ну, не знаю, час, потом мы уходим в какую-то, не знаю, там, нирвану, и можем там два-три часа, и вот что-то творить, творить, а потом неделю в лёжку лежим, ну, вот, или месяц, не притрагиваемся, то есть это говорит о том, что нужно знать свою норму, и чуточку быть всегда голодным, то есть когда вы творите, ну, допустим, знаете, ваши нормы, это всё экспериментальным путём вычисляется, нет единой нормы, для всех это от организма зависит, да, допустим, ваша норма, час, или у писателей это в листах писательских, да, выражается, в количестве там знаков и слов, вот у вас, возможно, у творцов это именно время физическое, час, два, ну, какая ваша норма, и если это время заканчивается, вот дисциплина заключается в том, чтобы остановиться, потому что вы точно знаете, что вы завтра будете писать, и послезавтра, понимаете, и вот чуточку оставаться голодным, вот в этом смысле, потому что если вы выдаёте всё до дна, это больше своей нормы, всегда будет вот такой отходняк, и будет период восстановления, вот, это вот пример для Лили, вот тортик, да, вот ты покупаешь замечательный тортик, и ты так хочешь этого сладкого, ну, ты знаешь, что ты можешь съесть кусочек, поставить его в холодильник, и завтра снова съесть, ты же не сожраешь весь тортик, что у тебя потом плохо, и ты уже не хочешь видеть этот тортик, а по-другому, а по-другому, это реально плохо, да, и это значит, ещё вот такой нюанс, то есть знать свою норму, да, потому что вы знаете точно, что время ваше выделено, вам не нужно торопиться, что, а, пока вдохновение, и так далее, да, вот, третий нюанс, это ритуалы, то есть то, что вас будет включать на творческое состояние, если вы садитесь за этот свой, ну, скажем, пустой стол, ну, где стоят инструменты, краски и мольбертовы в данном случае, или же бумага, если вы пишете, то хорошо бы заикарить себя на вот эту роль творца, потому что вы в разных ролях, роль жены, мамы, владельцы бизнеса, галереи, да, то есть много у нас социальных ролей, и вот эта роль творца, живописца, писателя, она, ну, ещё одна наша роль, да, и вот важно, чтобы отделиться, выйти из неё, сделать какой-то ритуал, заикарить себя на запах определённый, я, допустим, себе, ну, я ходила на экскурсию на парфюмерную, и нам выдали там где-то 20 пробников, таких, знаете, очень классных, шикарных, как-то сказать, нишевых духов, вот, и я себе взяла даже такой маленький флакончик, вот, когда он кончится, я себе куплю большой, и я его нюхаю, потому что он для меня из этих 20 был, вот, ассоциировался к какой-то энергии такой, да, с творческой, с, ну, в целом, с такой функцией жизни, вправо-влево оглядываю свой стол, вот так, если обзорим, у меня тут навалена бумага, тут перемешка украски, больше с акварелью, мы сейчас эфир закончим, я знаю, что я буду делать. Да, и вы знаете, есть еще вот такой нюанс, вот, идеи творческие, они летают везде, это энергоинформационное поле, оно действительно, ну, огромное, и как будто в этот банк идей постоянно попадают идеи всех людей мира, да, и можно их схватить, а вот кто воплощает, это уже единицы, правильно, то есть идеи-то самих, ну, у многих людей одни и те же идеи приходят, у нас же даже импрессионисты были, помните, и в Америке, и в Европе одновременно, да, зарождалось, то есть кто у кого что взял, может быть, это вообще на разных континентах одновременно происходило, потому что это банк идей, и вот задача творца, когда ты имеешь в расслабленном, вот в таком состоянии, да, в каком-то вот трансцедальном таком, ну, в таком прозрачном, да, состоянии, ты прикасаешься к этому банку идей, берешь ее, и, конечно же, здесь очень важно, что ты с ней будешь делать, вот просто ее обдумывать и додумывать, да, до совершенства, или все-таки воплощать начинать, и здесь мы возвращаемся к первой части нашего эфира, когда мы говорили про периодику развития, да, возрастного развития человека, что я беру и воплощаю первый шаг, вот как, допустим, девочка занимается танцами, мы не ожидаем от пятилетнего ребенка, что она, как балерина, значит, будет совершенно безупречно в прыжке, и так далее, в растяжке, да, то есть она где-то еще и пока неуклюжая, и так далее, но без того, что она будет делать в эти пять лет эти шаги, она не станет великой балериной, то есть, ну, не рождаются сразу балеринами, это все равно процесс ежедневной работы над собой, и вы берете эту идею, и желательно воплотить вот именно в действии, да, в реализации, посмотреть, что получается, только с этим материалом можно работать и дальше доделать, даже ваша овечка, возможно, не с первого раза может получиться, да, может быть, понадобится сделать вторую, может быть, они будут как семейство уже овечек, да, и так далее, то есть это вот прям процесс, но важно, когда приходит это вдохновение и вот эта идея, контакт с идеей, важно, что вы сделаете, то есть важно держать ружье заряженным, да, все, пространство подготовлено, то есть все-таки какой-то шаг минимально сделать, даже если это будет 10-15 минут, это лучше, чем, ну, просто ее обнимать, лучше что-то сделать. скелетик сделала, скелетик есть, осталось его дальше доделать, вот он у меня стоит уже не на столе, вот я как бы мотивируюсь, скелетик уже есть. Вот, и я не знаю, то есть как, будем ли мы спрашивать еще какие-то вопросы, у нас остается около 5 минут, может кто-то еще? Да, спасибо, что вы говорите за ваш ответ, и мы потом свяжемся, Лиля мне даст все координаты, мы... благодарю вас, спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, Маша, счастливо. Все, я выхожу тогда. Спасибо огромное. Возможно, по итогам эфира еще у кого-то вопросы наслышаны, то есть вы освещали бы темы заявленные. Да, у нас по Москве очень неудобное время получилось, суббота середины дня, вот, по всей видимости, я вот не вижу сейчас, просто люди, я вижу, присоединяются и отходят, по всей видимости, ну, не могут остаться по каким-то причинам, вопросы вроде не потерялись, так, ну вот если будут вопросы, то если были где-то вопросы, ребят, призадайте, потому что я здесь вот не вижу, из-за того, что присоединялись, и отсоединялись, вот, но мы сегодня вообще подняли такие, да, интересные очень темы, которые можно докручивать, докручивать, и докручивать, то есть что все-таки, да, так если резюмируя, что вопрос в основном в том, что если не нравится своя работа, да, то здесь вопрос, он гораздо глубже вообще, да, а я сама себе вообще нравлюсь, вот, да, вот получается, вопрос про тайм-менеджмент, ну давайте вы зарезюмируете про тайм-менеджмент. Ну да, я могу, в принципе, кратко рассказать, о чем сегодня было эфиры, о чем мы говорили, мы начали с вопроса, что делать, когда я творю, но мне мои произведения, ну, на каком-то этапе, вот не нравятся сейчас, да, это... особенно на финальном этапе. Что? Когда даже уже не на этапе, а вот законченная работа, она не нравится. Да, 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 я имею в виду на этапе творческой жизни, вот, да, работы не нравятся, собственные. И мы говорили о том, что корни здесь лежат в том, относительно чего мы оцениваем, этот результат, вот не нравится, мы часто сравниваем себя, да, с другими именитыми художниками, и мы говорили о том, что когда фокус вовне идёт, и вот это сравнение, то мы теряем контроль, повышается тревога, и нам всё не нравится. Я говорила о том, как перевести фокус внутрь, да, и на свои ценности, что я на самом деле хочу сказать, в какой форме, это уже идёт поиск авторского стиля, к которому мы созреваем, так же, как и, собственно говоря, во время взросления, то есть это, получается, творческое взросление. Я рассказывала о юриде. Я чуть-чуть хотела углубить этот вопрос, вижу здесь человека в эфире, который, не знаю, постеснялся, наверное, задать этот вопрос, который задавал он мне, что делать, то есть вот это к вопросу, что вот не нравится, и дальше тоже много художников задаются таким вопросом, а зачем я это вообще делаю? Ведь столько уже написано, и столько этих есть и художников. Вот они пачкают, пачкают эти холсты, бумагу и заводят краску. Зачем я ещё одно, вот какое-то непонятное произведение вообще делаю в мир? Вот мне это близко иногда тоже задавалось таким вопросом, но уже вроде продают его на этих галерее, я не знаю, столько. Вот я просто увидела этот вид человека и вспомнила, что он мне сдал этот вопрос. Ну, это скорее вопрос к вам, как вы сами считаете, вот для чего вы это делаете? Может быть, сейчас нас слушают творцы, которые знают ответ на этот вопрос, потому что это скорее вопрос-то к тем людям, кто это делает. Вот для чего вы это делаете? Давайте какой-то опыт соберём, а творцы, какие варианты? У нас почему-то сегодня стеснительный, обычно не активный. Ну, я говорю, у нас время неудачное по Москве, да, в субботу, да, в середине. Ну, будет, да, будет в записи, ну, ничего, да, в записи будет. Да, и... Ну, я вот отвечаю, что мне как бы близок этот вопрос, иногда он тоже приходит в мою голову, зачем я пачкаю ещё один холст, как бы, да, знаете, уже вопрос экологии начинается, зачем изводить ещё вот эти вот холсты, когда вот стопа же перед башкой на этих холстов, и на чердаке у меня уже столько этих холстов. Опять-таки, это кому нужно? Я это как бы делаю зачем? Я это делаю для себя, это нужно мне, мне нужно попачкать этот холст, и всё равно, что его там потом никто не купит. То есть я вот как-то так с собой разговариваю. Ну, я бы здесь, знаете, к чему апеллировала, скажем так, да? Для самовыражения, вот, спасибо, у нас началось. Да, для самовыражения. У меня все эти профили, я недавно изменила шапку профиля, что я вот не учу рисовать, я учу самовыражаться. Вот как раз написали. Это очень хорошее, да. Слово, это как бы... Вот видите, да, в первую очередь для себя включиться в процесс творчества, как медитация. Вот прям, прям тоже шапка профиля готова. Вот что такое, да. Интересно, вот когда вы медитируете, это вот к автору вопроса, да, когда вы вот в этом процессе творчества, как медитация, что ещё более ценно за этим стоит? Почему вам так важно в таком состоянии находиться? Что это вам даёт? Интересно. Ну, я знаю ответ на этот вопрос, так как я часто была на психотерапии. Я понимаю, ну... Вести так, но я не буду подсказывать. Пусть люди подумают сами. Если кто-то надумает, да, то, пожалуйста... Ну, даже не подумают. Смотрите, Ирина вас... Вот слышно, да. Вот, вот, слышно вас, то вы пропадали. Вот. Тут не то, чтобы есть какой-то правильный ответ, а это для каждого может быть что-то разное, да, поэтому интересно, что даёт это... Ну, финально оно должно привести к... Ну, вот. Примерно к одному и тому же. Угу. Так, что-то вы... Так. Да, я здесь. Вы зависаете, да, но пока слышно. Вот, я бы рассматривала, знаете, я бы рассматривала здесь и обратила бы внимание на то, что человек, по сути, это такое, ну, сложное существо. Мы не только живём для результатов, да, мы не только ради действий, не только ради достижения целей, но в том числе и действительно, да, для получения удовольствия, для самовыражения. И у нас есть множество аспектов и физически, вот, эмоциональный, ментальный, духовный. И когда мы творимо находимся вот в этой медитации, да, и находимся вот на этапе этого самовыражения, здесь действительно важно быть соединённым вот с переживаниями, да, со своими. То есть не только что я делаю, но и что я чувствую при этом. И, ну, собственно говоря, как я могу этими чувствами поделиться или как я могу те исторические события, которыми я окружён сейчас, которые происходят, через призму своих ощущений, ну, передать, показать. Вот. И, кстати говоря, вот, допустим, у HR-ов есть такая классификация, они, ну, когда вообще профессиональные определения, да, работают над определением человека, в какой области лучше работать, там есть такая классификация, допустим, человек, человек, человек-технология и человек-образ. Вот. И творцы, художники, они как раз просто по типологии такой, да, своей, им это очень близко, человек-образ. То есть они чувствуют и в образах воплощают, то есть в разных видах творчества. То есть, по сути, это просто близко к этому виду людей. И, да, и здесь важно подключать, когда мы подключаем вот свои ощущения, своё отношение к событиям, мы больше понимаем, ну, как творцы, суть вещей и, ну, вот некий смысл, который мы хотим передать, да, сейчас это очень модное слово, но, тем не менее, то есть сейчас уже речь не только о том, что я умею делать, какой техникой, да, а о том, о какой смысл-то я хочу уложить, вот что я хочу сказать и почему мне это важно. Вот. И тогда мотивация, ну, меняется, да, тогда появляется дополнительная энергия, что я, вот мне это так важно сказать, что я скажу это в любой форме. Ну, вот я вижу, да, отвечает, то есть даёт состояние чистого ума, так сказать. Я могу включить тоже психотерапевта дальше, а зачем вам состояние чистого ума, как бы, да, что оно вам даёт, что оно вам несёт напрямую? Сейчас я посмотрю, в такой момент мне кажется, что приходят идеи, да, то есть несколько холстов могут быть как настройка перед тем самым творческим инсайтом. Вы видите, да, Ирина, эти, да? Нет, не вижу, но читайте, да. Вот, то есть несколько холстов могут быть как настройка перед тем самым творческим инсайтом, самовыражение может вылиться потом в абсолютно другую сферу, то есть творчество не в чистом виде, а как инструмент. Ну, вот, Елена, вы можете даже дальше раскручивать, а зачем вам творчество, как инструменты, поехали, поехали. пока не докопаемся до сути, да, но, в принципе, да, правильно, то есть несколько холстов могут быть как настройка перед самым творчеством, то есть если вот, если вы пишете на холсте, да, они у вас должны стоять готовы, эти холсты, если пишете на бумаге, они у вас должны быть заранее, вот мы, кстати, с Ириной вчера обсуждали, то есть тоже, почему вот даже когда у меня есть время, тоже, да, у меня есть такая проблема, то есть я знаю, что у меня там ребёнок два часа, ты успеешь днём, и у меня вот это время будет, вот почему я там не начинаю творить, потому что я не успела подготовиться, я не успела достать эти краски, я не успела там придумать идею, и пока я начинаю суетиться что-то с этой водой, а какая бумага, пока что-то натянешь, и уже остаётся не два часа, а час, а час это, в принципе, мало, то вы только возмахнёте кисть, да, поэтому и вы, системный подход такой важен, да, что это всё уже готово, готово, да, 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 то есть что-то веселить, Ну что ж, кстати говоря, я хотела, знаете, ещё такой вам подарок сделать, то есть, ну, и слушателям, и Лидия вам тоже, дело в том, что когда у художника, да, вот сейчас даже Маша рассказывала, да, много-много-много-много дел, я очень рекомендую такое, ну, есть упражнение, скажем так, да, и, которое называется, ну, у меня такое даже есть, ну, цикл, что ли, занятий или курс, можно сказать, да, жизнь в соответствии с ценностями и как раз ставить приоритеты, вот, потому что когда мы находимся на уровне функционирования, вот как раз делания, да, список этих дел может быть таким, ну, бесконечным, у нас сейчас скорость жизни увеличилась, и скорость, скорость добавления дел вот в этот лист, в ду, тоже увеличилась, их действительно очень много сейчас, все очень заняты, почему даже время сокращается, раньше говорили в рекламе, вам надо зацепить человека за 15 секунд, сейчас это 1-2 секунды всё, да, то есть времени, которое нужно смотреть. И когда вот так много дел и нужно высвободить, в том числе время на творчество, я очень рекомендую пройти вот упражнение по определению своих ценностей, вот, и потом соотнести каждое из ваших дел, может оказаться, что половину из этих дел просто не нужно делать, и это действительно так, или часто большинство дел можно делегировать, то есть вы, ну, сможете это узнать. И если вы мне напишите в директ «хочу определить свои ценности», вам, ну, пришлю я гайд, такой, скажем, есть несколько способов определения ценностей, то есть я там перечислила, по-моему, если я не ошибаюсь, 7 таких простых, чтобы вы могли самостоятельно порефлексировать, там есть вопросы определенные, где вы, отвечая на них, можете понять, что для вас действительно важно, вот. Но методов определения ценностей намного больше, если вам захочется в медитации, вот глубоко уже не самому, а как-то с проводником, то есть, ну, тоже мы можем с вами пообщаться, определите, если вы захотите, потому что, зная свои ценности, это вам поможет и опору в своём авторском стиле обрести, потому что вы будете знать, да, что я хочу сказать, что мне ценно и важно. Зная свои ценности, вы сможете, опять же, навести порядок в делах и понять, да, какие из них можно сделать, но потом отложить, да, или совсем убрать из этого списка и так далее. То есть вот хочу определить свои ценности, в директ напишите, и тогда пришлю вам этот гайд, если это можно, скажем так, в конце эфира. Благодарю вас от тебя, да, и от завершения предбудущих тех, кто посмотрит. Да, да, да. Вот, ну что ж, ещё что-то осталось у нас, или можем здесь заканчивать уже? Я думаю, что вопросов я больше не вижу, да, ну вот кто-то начинает раскручивать, да, спасибо за эфиры нам шлют, спасибо тем, кто нашёл в субботу среди белого дня время побыть с нами. Да, я тоже благодарю, Лидия, за приглашение, и мы говорили о том, что если у нас будут темы ещё какие-то, да, подниматься, я с удовольствием снова приду на эфир, вот, зовите, приглашаю. Проблемы, они нескончаемы, к сожалению. Одна, нет, причём самое интересное, что ты, если, ну, можешь сказать, решаешь одну проблему, за ней тянется какая-то другая. То есть это не значит, что ты, там, без выхода, наоборот, ты копаешь глубже, 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 и, наоборот, от этого жизнь становится, да, ну, как-то интереснее, да, что ты из себя вытаскиваешь. А, ещё вот это, над этим можно поработать, ещё над этим можно порефлексировать. Вот, такая рефлексия бесконечная, вот. Спасибо большое. Есть даже выражение, что жизнь, это как езда на велосипеде. Ну, если ты продолжаешь крутить педали, да, то ты живёшь. Вот, когда останавливаешься, уже, да, ну, в общем-то. Вам шлют, привет из Венигорода вам шлют, Ирина, конкретно. А, да, возможно, возможно. Это город, в котором я родилась. Ирина тоже шлёт, Ирина. А, здорово. Здорово. Вот, ну что ж, я тоже благодарю вас, да, в первый раз. Очень классный эфир. Вышёл эфир, думаю, да, надо будет как-нибудь повторить тоже. На другие более. Сейчас люди покопаются в этих темах, а мы ещё глубже копаем. Вот, спасибо большое. Была рада вас видеть. Всего доброго, да. Всего хорошего. Встречу, удачи. Всем желаю хорошего настроения. Всем творцу. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...